Восемьдесят лет назад, весной 1943 года, идеолог нацистской пропаганды Геббельс организовал масштабную фальсификацию. В информационное пространство, выражаясь современным языком, был произведен вброс подобной мини замедленного действия. Эффект от взрыва этой бомбы затронул несколько поколений, далеких от Великой Отечественной войны. И название этой информационной бомбы – «Катынский расстрел». Дабы рассорить переломный момент войны СССР с союзниками, расстрелянные немцами в Смоленской области тысячи граждан Польши были представлены жертвами Советского Союза. К фабрикации подключилась подконтрольная Геббельсу комиссия Международного Красного Креста, которая по итогам эксгумации в деревне Козьи горы Смоленской области объявила о вине Советского Союза. После освобождения Смоленской области Советская комиссия во главе с профессором Николаем Бурденко доказала, что «Катынское преступление – дело рук фашистов». Такие же выводы зафиксированы в обвинительном акте Нюрбенского трибунала. Тверской судмедэксперт Иван Дубровин исследовал материалы немецких эксгумаций под Смоленском и доказал. При немецком вскрытии могил в апреле-май 1943 года описанные характеристики гнилостных изменений в трупах соответствуют давности менее трех лет и, соответственно, не могут быть отнесены к расстрелу, произведенному в 1940 году в апреле-май месяце. Поэтому немецкая версия о расстреле польских офицеров сотрудниками НКВД в 1940 году не находит своего подтверждения. На этой неделе РИА Новости обнародовала сенсационные архивы допроса очевидца за хранение немцами поляков, в очередной раз разоблачив немецкую провокацию. Несмотря на очевидность немецкой вины, Катынскую тему в 1990 году во время развала Советского Союза поднял Михаил Горбачев, объявив нашу страну виновником польской трагедии. Такое утверждение было сделано на основе этапных списков о перемещении польских военнопленных по территории Советского Союза. С подачи Горбачева и польских СМИ этапные списки превратились в расстрельные. Позже в России появились мемориальные комплексы, символизирующие нашу вину перед поляками. В Смоленской области мемориал Катынь, а в Верхней Волжье мемориальный комплекс Медная. По мнению экспертов, шесть тысяч именных табличек с фамилиями якобы расстрелянных и захороненных там граждан Польши – это фальшивка. На это указывает специальный меморандум Министерства юстиции России. Это должно быть демонтировано, потому что это является историко-политической, а значит и уголовной фальсификацией. Это уголовная фальсификация. Давайте вспомним меморандум. Еще раз написано черным по белому. Комплексы, сконструированные и изготовленные в Польше, установлены незаконно, без обращения в главную военную прокуратуру, без получения разрешения официального российских властей. Это уже вне закона. Фактически нам начинают диктовать то, как мы должны интерпретировать свою историю. То, что сфальсифицированная Горбачевско-Геббельсовская версия котыно-медновской истории трещит по швам, за последние годы подтвердили надзорные органы и судебные инстанции. В 2020 году демонтированы польские мемориальные плиты с фасада Тверского медицинского университета. По данным прокуратуры, описанных на табличках событий, расстрелов поляков в 1940 году фактически не было. В 2022 году демонтированы польские мемориальные плиты у монастыря Нилова пустынь. Установленные неизвестными инициаторами десятилетиями, они вводили в заблуждение прихожан относительно истории православной святыни. Судом плиты были признаны бесхозными. В марте этого года котынская тема неожиданно проявилась в Европе. Оказалось, что в Уголовном кодексе Чехии существует статья, по которой любой, кто публично отрицает или подвергает сомнению геноцид или другие преступления против человечности, совершенные нацистами или коммунистами, подлежат наказанию. Уравнивание нацизма и коммунизма – характерный для Запада пропагандистский трюк. Его цель – демонизация России в глазах иностранцев. Так вот, месяц назад чешский политик Йозеф Скала был приговорен по этой статье за то, что назвал Советский Союз невиновным в котынском расстреле. Таким нехитрым способом, используя Уголовный кодекс, в демократической Европе устраняют неугодных политиков. В результате Йозеф Скала был отстранен от участия в президентской гонке. Очевидно, что в условиях непрекращающейся информационной войны фальсификация истории еще не раз будет использоваться против интересов нашей страны. Наш долг, как наследников поколений победителей, защитить историческую память нашей великой Родины.